Омск на этой неделе на несколько дней стал киностолицей страны. Пятый фестиваль движений собрал в нашем городе и начинающих режиссеров и актеров, и звезд российского кинематографа. Была и красная ковровая дорожка, и сотни вспышек фотокамер, торжественная церемония открытия, а после были закрытые показы, мастер-классы и еще много чего интересного, что осталось за кадром. Елизавета Василевич пообщалась с режиссером, которого назвали открытием этого фестиваля и узнала, кто из авторов веб-сериала может рассчитывать на поддержку продюсерского центра Александра Цикала. Омский академический театр драмы не предназначен для кинопоказов. Именно поэтому в Омск приехала бригада специалистов, чтобы установить всю необходимую технику. Сюда привезли светодиодные конструкции, экран для кинопоказов, пульты, микрофоны, сервер. Общую стоимость оборудования и представить сложно, учитывая, что цена лишь одного процессора почти полтора миллиона рублей. Именно в Омском драмтеатре большинство картин впервые показали зрителю. Пронзительная драма о смирении, попытке принять и понять другого человека. «Костер на ветру» – дебют Дмитрия Давыдова. Непрофессионального режиссера называют открытием фестиваля движения. А начинал Дмитрий с совместных работ со своими учениками в обычной якутской школе. «Из школьников я собрал клуб подростков, и мы снимали какие-то ролики, свои клипы, там, не знаю, что-то непонятное такое было. Но это все было как воспитательная работа шла. А потом в один прекрасный момент я просто клуб этот распустил и подумал, что если все снимают фильм, то, в принципе, я тоже могу снимать фильм». Киноязык Давыдова прост и доступен. Среди молодых режиссеров сейчас это модно. Темы разнообразны, но большинство картин о прошлом страны – Великой Отечественной и Хрущевской оттепели и лихих девяностых. «Все грехи мне отпустятся, и вместо проститутки снова стану хорошей девочкой». Новинкой пятого фестиваля движения стал конкурс веб-сериалов. Это новый формат. Цикл небольших эпизодов продолжительностью от одной минуты до часа. В финал конкурса вышли восемь работ. Однако победителя так и не выбрали. Александр Цикало, продюсерский центр которого и организовывал конкурс, счел сценарии скучными и вторичными. Поощрить за попытку решили лишь сценаристы веб-сериала «Паранормалы». Мы решили создать некий такой веб-сериал, ну по крайней мере идею веб-сериала, который бы именно акцентировал внимание на все юмористические составляющие вот этого потустороннего мира, который никто не видел, но все верят. Авдотья Смирнова, Валерия Гая-Германика, Рената Литвинова, Светлана Проскурина. В фестивальной афише этого года все больше режиссеров и продюсеров женщин. В российском кино «Эмансипация». Режиссер Анна Крайс, представившая на фестивале свою дипломную работу «Фильм «Нашла коса на камень» говорит, на съемочной площадке давно установилось равенство полов. У нас нет определения по… изначально нет определения мужской кино, то есть откуда появляется женское кино, я вообще не понимаю этого понятия. Есть режиссер, мужчина, женщина. Конечно, это различие в тематике и в выборе, мне кажется, персонажей просто, потому что женщины чаще все-таки о женщинах снимают, потому что они нам более понятны, а мужчины – о мужчинах. Сегодня движение – один из самых ярких кинофестивалей в России, участие в котором дает возможность авторам заявить о себе на всю страну. Ну а омский зритель может оценить качество кино, которое больше нигде не покажут. Елизавета Василевич и Константин Демиденко. Омск. Здесь.